МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Новая компьютерная мышь со стильным корпусом и удобным дизайном. Тим Роккет одержала первую победу своим новым составом. А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта. Сегодня мы поговорим о Раше с зиалотами при игре Протаса против зерга в стратегии Старкрафт. И, конечно, сегодня мы посмотрим два матча, в которых сошлись два новоиспеченных прогеймера Старкрафта. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. Недавно стартовал третий сезон всемирно известной лиги ProGamers League 3. Наряду со столь знаменательным событием в глаза бросается будущее обилие матчей, ведь по правилам турнира 16 игроков, которые были посеяны в 4 группы, сыграют по системе Double Elimination. Организаторы, как и всегда, делают ставку на плотное расписание игр. На этот раз турнир пойдет в течение 10 дней, включая финал, где его будущих участников предугадать очень сложно. Тим Роккет одержала первую победу своим новым составом. Ребята стали победителями финского отборочного тура на DreamHack Summer 2008 и примкнули к числу квалифицировавшихся команд. Все эти команды, напомним, пропустят групповой этап турнира и начнут соревнования с более высокими пассивными номерами. В финале без всяких неожиданностей встретились Тим Роккет и Экселло, которые всего несколько дней назад произвели ротации в своих составах. Как сообщалось ранее, состав 7 Pro был предварительным, и в нем предполагались изменения. С грустью сообщаем, что Шевчук Дидием Владислав не сможет долгое время выступать за нашу команду и уходит в инактив. Заменить его предстоит Маслакова «Вайпер» Игорю. И рады представить вам нового игрока, который окончательно скрепляет цепочку состава. Это готовцев «Фатал Алексей», заменивший в свою очередь Поливанова «Юби-1Q» Алексея. По окончании группового этапа «EPS Germany» команды, не прошедшие в финалы соревнований, как правило, прибегают к ротации состава. В Германии такая картина вовсе не удивительна, и местная комьюнити давно привыкла к подобному роду перестановкам. Первыми на трансферный рынок вышли ребята из Team Bavarian Heaven и сменили трёх игроков основного состава. Теперь в команде не осталось никого, кто был в ней изначально. Новыми лицами проекта стали Бара и Хансо. Добро пожаловать в школу виртуального спорта! Сегодня мы поговорим о Раше с Зиолотами при игре Протаса против Зерга в игре «Старкрафт». Зерг традиционно сильнее и быстрее Протаса в первые минуты игры. Но если Протас сумеет отбить бесконечные волны атак Зерга, то сможет задать тому хорошую трёхку, особенно если Зерг сильно увлёкся рашем и не развивает технологии. Проблема заключается в том, как эти несколько минут продержаться. Лучшая контратака, когда вас рашит Зерг, начать рашить самому. Идеально начать раш первым. Есть два варианта раша с Зиолотами. Ранний и поздний. В первом Зиолоты, выходя из гейта, тут же направляются на мейн противника. Все последующие уходят следом. Осторожная тактика позднего раша более рискованна. Вы собираете определённое количество Зиолотов и только потом отправляете их на Зерга. Но Зерг может просчитать вас. Оборону и порядок развития он в начале игры ввиду расовых особенностей перестраивает значительно быстрее. И вы запросто можете нарваться на мутора. Или обнаружите мейн Зерга, установленный санкинами. Положим, всё обошлось. И ваша группа Зилов худо-бедно громит мейн Зерга. Тут нужно обратить внимание на два момента. Расположение санок у Зерга и рельеф местности. Санки, бьющие из-под земли, сущая смерть для Зиолотов. Непрокаченного Зила санка убирает за два удара. Чтобы её слить, нужно как минимум три Зила с заслоном в виде пробки. Теперь, что касается открытых пространств. При равном количестве ресурсов Зилы сольют зерлингом в открытом поле. Нужно всегда об этом помнить. И внимательно следить за состоянием здоровья Зилов в стыке, вовремя отводить потрёпанных и заменять их свежими. Мы – виртуальная школа. Учитесь на пятёрке. Пока бесплатно. Разойдись! Смотрите далее. Новая полноразмерная клавиатура с большим количеством дополнительных кнопок. И, конечно, сегодня мы посмотрим два матча, в которых сошлись два новоиспечённых прогеймера Старкрафта. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Видеокарта Elsa Gladiac 980JT оборудована внушительной по габаритам системой активного воздушного охлаждения, состоящей из четырёх изогнутых медных тепловых трубок и прикрытого серебристой крышкой массивного алюминиевого радиатора с парой достаточно больших вентиляторов. При этом ускоритель обладает 112-потоковыми процессорами, снабжён целым гигабайтом памяти GDR3 с 256-битным интерфейсом, использует шину PCI-Express 2.0. Недавно компанией GELIT были представлены две серии корпусных вентиляторов. В линейку вошли 120, 92 и 80-мм модели, снабжённые функцией автоматического управления скоростью вращения в зависимости от изменений температуры. Заядлым же геймерам и оверлокерам разработчики предлагают более производительный пропеллер с эффектной светло-зелёной крыльчаткой, которую при желании можно снять для промывки и чистки. Компьютерная мышь Wolf King Tropper имеет стильный дизайн и удобную форму. Она ориентирована исключительно на геймеров и, в первую очередь, на игроков в 3D-шутеры. Основная особенность — это функциональная кнопка, которая позволяет выбрать, сколько действий, например, выстрелов, произойдёт при одном нажатии на левую кнопку мыши. При этом текущий режим можно узнать по подсветке колёсика — красное, синее или фиолетовое, а при нормальном режиме не светится совсем. Компания O-Click представила полноразмерную клавиатуру 400M. Она имеет 19 дополнительных кнопок. Они разделены на две неравных группы. В ряду слева их 11, справа — 8. Поскольку свободных мест и промежутков нет, имеют чуть разный размер. Слева располагается набор для удобной работы в интернет-браузерах и офисных программах. А правая часть клавиатуры отдана на откуп мультимедиа-приложения. Данная клавиатура вполне подойдёт практически для всех видов игр от RPG до шутеров. Сегодня мы посмотрим два матча, в которых сошлись два новоиспечённых про-геймера. Первое и 26-е место рейтинга Кеспа. Схватка происходила в рамках International Cyber Cup 2008. Представляем вам игроков. Оба они из Кореи. Протас Хио Йонг Му, известный под ником Джанг Би, выступает за команду С.Джи Хан и на данный момент занимает 26-е место в рейтинге Кеспа, Корейской ассоциации профессиональных игроков. Его противник Тиран Ли Янг Хо, он же горячо любимый публикой Flash из команды KTF Magic NS. На данный момент этот амбициозный и очень молодой игрок, ему всего 15 лет, возглавляет список лучших про-геймеров планеты. Он является безусловным фаворитом этой встречи. Но за плечами Джанг Би опыт не одного турнира. Каким бы ни был исход этой встречи, она обещает быть захватывающей. Первый раунд проходит на карте Луна версии 2.1. Противники расположились по правому краю карты. Протос вверху, Тиран внизу. ТОС строит ядро, а Тиран тем временем возводит фабрику. Это означает, что основные силы игроков будут представлены гуннами и танками соответственно. Тиран ведет позиционную оборону, выстраивая заслоны с танков и турелей. ТОС решает на время отойти вглубь карты и запереть выход террору. Как раз тот момент, когда шаттл ТОСа прилетел с подкреплением в виде парочки скоробеев, Тиран решает пробить стенку из гуннов ТОСа. Войска ТОСа отходят назад, чтобы перегруппировать, и затем Джанг Би, грамотно управляя шаттлами и гуннами, подчистую выносит боевую группу Тирана. После этого следует логичное продолжение атаки уже непосредственно на мейн флэша. ТОС благополучно сливает первую линию обороны Тирана, а через какое-то время и вторую. Здесь в лице Джанг Би мы видим классическое использование Зилов в шаттле для вызова огня танков на себя в то время, как к ним подходят гунны. Джанг Би загоняет флэша на рампу, но подниматься сам на нее пока что не рискует, и его вполне устраивает вариант разгрома экспаунда. Джанг Би меняет тактику и на поле боя появляются темплары с пси-штормом. ТОС опять прижимает Тера вплотную к Рампи, исчерпавшие энергию магии превращаются в архонов и становятся в строй победоносной армии ТОСа. Джанг Би уже не обращает внимания на тонкости тактики и стратегии. Ресурсы Тирана на исходе и оба игрока это понимают. В итоге флэш вынужден сдать этот раунд. Маленькая сенсация. 1-0 впереди Джанг Би. Второй бой проходит на карте Раш Аур версии 2.0. ТОС расположился на 3 часа, Тиран на 7 часов. Билд-ордер соперников протекает по той же схеме, что и в прошлом раунде. На этот раз инициатива первой атаки исходит от Терра. Его танки теснят на рампе возле мейна ТОСа группу гунов. Однако Джанг Би без особых напрягов отгоняет их и очищает место экспаунда от мин Террана. Покончив с мелкими вылазками, противники переходят к тактике массированных атак. Стая вультур Террана минирует проход к экспаунду ТОСа и ожидает подход основных сил. ТОС не намерен терпеть такое хамство и выставляет свою боевую группу из гунов и зилов. В результате флэш значительно теряет в живой силе, а затем Джанг Би доделывает начатое. Острее атаки Террана теперь направлено на другой экспаунд ТОСа, но флэш и тут терпит неудачу. Целая армия из темпларов и гуннов Джанг Би подчистую выносят атакующие силы Террана. Флэш, видя, что противник значительно превосходит его по силе армии, вынужден выйти из игры и слить этот раунд. Итак, более опытный и хладнокровный Джанг Би победил юного флэша с общим счетом по партиям 2.0. Хио Йонг Кун не помешал тот факт, что его противник на данный момент лидирует в списке прогеймеров планеты. Как видите, рейтинги далеко не главное. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта. И, конечно, самое интересное, новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин